Здорово, друзья! Мы на шлемы Крайги Рэдбул. Я что-то вообще, короче... Спал в кровати. Вообще жесть. Ну, Сычев поссал на клюшку. Ты согрели, взял? Тебе что тут? Нет. Сработало. Давай попиздим всем. Ебать, Саня, реально лечись. Я захватил канал Слэпшота. Здорово, друзья! Мы на шлемы Крайги Рэдбул. Нас вот-вот должна начаться игра. Надо успеть размяться. По организации. Я считаю, что можно сделать куда лучше. В том плане, что не документы заполнять, когда приходишь, а по фуар-ходу как-нибудь там по грамотному. Это было бы, ну, реально кайфовее. Потому что вот эта ебанина, короче, с заполнением документов и прочей хернёй, но меня лично напрягает. Спасибо за компанию. Спасибо. Так, а где играет Слэпшот-то? Как посмотреть, на какой поляне мы играем? Какая команда. Слэпшот. Четвёртая. Четвёртая. А это которая? Есть, да? Спасибо. Итак, если было бы, была бы регистрация, скажем, по QR-коду, и многие вещи, короче, можно было бы делать именно, ну, в электронном виде, вы поняли, да? Короче, ты в приложении всё знаешь, на какой поляне ты играешь, и всё такое. Но самое интересное в сегодняшнем дне, самое интересное, что помимо Red Bull, куда мы приехали играть некой командой ХК Слэпшот, а мы играем, естественно, в стальных крыльях. У нас сегодня ещё своя игра, но к нам сегодня, наконец-то, доехал, уже тысячу раз хотел. Наконец-то! И-и-и, Владимир! Что происходит? Что? Чтобы вы понимали, мы сегодня будем играть с ночными ястребами, и пока мы ни разу у них не выиграли, поэтому мы решили подкрепить свои силы вот таким волгоградским, волгоградским датсуком просто, волгоградский датсук, да дела. А сегодня сколько забьёшь? Ноль. Вы что, я спал три часа всего, я приехал, эти самолёты специально не летают под меня лично, не подстраиваются, частников я ещё не могу себе заказать, поэтому спал мало, сейчас буду болеть за них, они проиграют или выиграют, неважно, покидают этот турнир после первой же игры, в любом случае. Потому что мы уходим. Так, друзья, минутка рекламы. Вы слышали что-нибудь про гели, разогревающие Тавгай? Если нет, то буквально вот они и рекомендую. Отлично греют, если активно двигаться. А если не двигаться? А если не двигаться, то тебе нужен другой, от ушибов, который также помогает вам избавиться от лишних ощущений и имеет отличную формулу. И что, дашь попробовать? Ну да, давай дам. Вот так. На, вот этот. Ну это ж не Тавгай. Тавгай слишком хорош, чтобы им делиться. Компания Overtime мазит Тавгай, разогревающая и от ушибов, созданная хоккеистами для хоккеистов. Намазал и забил. Так, чё, в обон отдам камеру, камера на морозе уже почти села. Володь, ты как супер-блогер. Я живаю. Но если... А чё, она не останавливает? Да, пусть пишет. Она сейчас тянет. Окей. Я захватил канал слэпшота. Вот. Ажиотаж тут у них, конечно, какой-то сумасшедший. Но... Вот соперники, показываю вам. Как серьезные ребята выглядят. И молодые, самое главное. Не то, что эти стартеры. Вот они. Лезя. Слушайте, атмосфера действительно хорошая. Но я, честно скажу, мне бы хотелось играть. Когда говорят про хоккей на открытом воздухе, я себе больше представляю, знаете, мороз там, минус 5, минус 6, солнечно, там, всё хорошо. Но просто я вообще зиму не очень люблю. Начнем с этого. Короче, смотрите, я вам просто правила расскажу, чтобы вы понимали. Самое главное, нельзя закрывать ворота игроком. То есть не должен игрок стоять в воротах. Да, только клюшки закрывайте ворота. 15 минут 2 периода, 2 по 15, по-моему, так, если бы ничего не поменялось. Ну и всё. Нарушение штрафной в расходе. Да, 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 да. Нельзя ни щелкать, ни шайбу поднимать. Да, да, да. Вот такие моменты. Это просто важно. Почему? Потому что не все понимают, что это. Вот ещё один гол. Вторая шайба в наш ворота. Ребят, ну что, мы отыграли. У меня замерзла камера, аккумулятор вернее, сдох. А у нас с Димоном появилась мысль, что может быть и зря мы сюда сегодня поехали. И если честно, я устал ещё больше переть сумку без колёсиков. Достаточно далеко встали. Проиграли 22. Всё. Сейчас мы едем кушать. В аптеку? Что-нибудь от сердца? Как минимум. Вавон, как всегда, в работе. Там дядь Дима сейчас подойдёт. А где остальные? Где Денис? Куда он делся? Я не знаю. Я ходил по делам. Как всё прошло? Ты бы ещё раз принял бы участие в Рэсбуле? Да, почему нет? Почему нет? Я участник номер 48. На минуточку. Почему тебе так много? Да что? Хорошо, весело. Свежий воздух. Вот. Позитивные эмоции. Всё равно встретился с друзьями с утра пораньше. Вот я бы спал в кровати. А я-то вместо этого какие-то мне пацаны насовали 20 шайб. Ну это ли не счастье? Лёх. Да мне понравилось. Всё, нет. Надо участвовать в таких турнирах. Во-первых, это весёлое проведение времени. А во-вторых... А вот это. Вот это. Ты всё-таки скилл там поднимаешь свой. Ну, он вот... Илюх. Я считаю то, что такие турниры нужно как минимум делать дивизионы, чтобы такие, как мы, не играли с прошкольниками. Ну и нам ещё раз убедиться в том, что нам есть куда расти и собраться и тренироваться ещё больше и лучше. На самом деле, круто. Ну, просто, знаешь, такая атмосферная история. Вообще, в принципе, мне кажется, это больше популяризация хоккея. Все вышли, поиграли, получили удовольствие. Даже, ну, не знаю, мне как бы больше всё понравилось, позитивно, несмотря на всякие там типа фейлы, типа заполнились от руки, то есть можно было что-то цифрализацию какую-то сделать. Мне кажется, тут уже и серия типа просто знаешь, да ёбураться, короче. А так, всё прикольно. Свежий воздух, пряник. С картинкой что? Попробуем занять, он порнуху заливает на сайт и поэтому очень сильно занять сейчас. Кстати говоря, вот насчёт турнира, ведь у нас всё очень неплохо шло первые 45 секунд. Да. А потом что-то как-то всё полетело. Потом снег, снег нам помешал. Да, он снег, конечно. Мы просто не стали бы кладывать. Знаешь, ну, как вот с точки зрения зрителя, вот как тебе понравился? Я не смотрела. С точки зрения зрителя. Вот это молодец. Моя девочка. Итак, у нас, как я сказал, будет очень сегодня важная игра. Принципиальная, эмоциональная. Даже мы ни разу не выигрывали. За счёт поражения, не беда. Самый-самый-самый большой бигман съел игрок по фамилии Казак. Ну вот она, да. нас на дилемму, ждать тех, кто опаздывает. Или нет? Пока, Максим. Подождём. Мы же налёт-то не выйдем без них. Пока, Максим. Мои косы какие. По заявке не пройдёшь, Макс. Привет! Хороший чикулька-то. Уже в раздевалке и какая редкость, уникальный случай. Здравствуй, Волода. Пойду по сру. Привет! Вагон нашей раздевалки. Что не может не радовать, пока Димон ушёл по важным делам. Ну, самый скучный вагон сегодня. Самый скучный вагон. Ты мало спал, ты долго летел, долго вернее добирался вместе с перелётом. А ещё ты хотел же поиграть сегодня на Red Bull с нами? Нет. Нет? Ну, правильно. Учитывая, что я видел на Red Bull, я сделал правильный выбор. Да. Но я думаю, сил бы ты не хватило бы на самом деле. Хватило бы. Хватило бы. Это сейчас был Дмитрий. Я без бумаги поставил. Что по камере сегодня будешь пробовать с камерой играть? Нет. Да. Тот же вопрос ко мне. Буду. Но не факт, что будут. хватит твоей камеры, я думаю, а что-нибудь остальное поставим, вставим, возьмём с трансляцией. Трансляция будет, да. Комментатор будет. кстати, комментатору можешь пойти подняться, сказать, что ещё ты играешь с по ним. Скажи, скажи комментатору, а ты уже впорол несколько этих Red Bull'ов. Один пока. И как тебе? Откат не начался? Не, я знаю, да, но просто его много нельзя перебарщивать, а сейчас ещё один перед игрой выпью. Но я так не советую делать ни в коем случае. Никому. Тяжело, тяжело. Так, ну что, сказал уже, что важная игра и на важную игру необходимо правильно замотать клюшку. Сейчас пойду к Максиму. Максиму замотаю клюшку. Возьми он мою, смотри, не надо её заматывать или не надо. Как местный сервисмен. Да. Всё, я даже... Ты её снял, а я хотел воспользоваться. Супер штукой. Ебать, Саня, реально лечись. Это уже, блядь, серьёзно. Просто руки для этого нужны. Так что, в финале, блядь, какой-нибудь кубка Стэнлина? Финал, Астралия Роу. А почему ты на камеру не показываешь, что ты перематываешь ни компостиком? А чем же я перематываю? Алло. Мастеркарт отказались. Отказались? Да, мне кажется, они, может быть, с кем-то другим хотят сделать что-то подобное. Думаешь, что ты можешь тут приехать? Как-то работает. Это волноволшебная страция. Да, смотри, как она интегрируется. Оп, да, он пропитывается как. Оп. У меня всё это, мне кажется. Блядь, ну, Сычев поссал на клюшку, говорит, что ему помогло. Мне интересно, я сейчас, про суеверие тоже вспомнил, про... есть же традиция, когда мне рассказали, что Сергей Мазякин ко мне забивал, что он делал с клюшкой? Что он делал? Не слышал? Нет. Пописывал на неё? Нет? Ну, просто я когда так сделал, забил. Ты на мяч писал? Да какой мяч? На турнире, на любительском, хоккейном. Забивал, не забивал, а ты что не забиваешь-то? Иди, как Мазякин. И это прикол. Ты согреем сделал? Ты сейчас. Хотя я не слышал, а спросить у меня. Ну, теперь мы слышим, что Сычев писать на свою клюшку, на любительском турнире. это было странно, честно, но вообще, но сработало. Так, что это вообще, это вообще лайт. Итак, вторая попытка, на этот раз. Зелененькая, зелененькая, посмотрим. Максим, ну, как тебе такой вариант? Офигеть, Саня, такого у меня никогда еще не было. Молодой, у меня тоже. спасибо, и воняет на хуй. Мне даже стыдно ей играть. Спасибо, Саня. Покажи его, дай, покажи его коньки. Ребят, когда вы говорите, что все москвичи зажрались, они на всем готовом, вот дядя Дима, трудяга, бедолага, играет вот в таком коньке, это один конек, дай второй. Второй нормальный. Как второй нормальный? А, я же купил все, просто платить. А ты не думаешь, что они, как-то им слажаются? Я очень тупой, и поэтому, как бы, выключаю. Все записал? Диман, наставай, нормальный конь. Короче, Ведя, я хотел купить все новые коньки сегодня, но мы не успели, и он себе купил новое полотенце за полтораху, атрибутика in-club, Вань. За хуя-та хуя. За сколько ты купил? За тысячи триста. За тысячи за полтора хуя. И даже промокод вабон не использовал. Я не нахожусь, давай ближе подаем. Свету, свету, у меня не видно. Тут, видишь, насрано. Да, бля, причем буквально. Ой, тут целлюлитина. Держи все вдвоем. Да. Можешь мне перекрыть, мое. Блядь, свету, елый. Заново. Вот она. Добро пожаловать. Топ-трансфер, Топ-трансфер, Ну, так все. Лабон у нас. Так, что, нам надо еще кого подтянуть? Из блогера сюда. На ту, на ту, на ту обязательно. Тянуть или натянуть? Это вырежи, блядь. Это ты нормаааа. Это не ясно. И я, конечно, мне приятно есть эмоции, чтобы Вова наконец до нас доехал, потому что было уже попыток три, наверное, четыре. Мы заявки эти писали, писали, что-то срывалось. То там одно, то другое, то билеты, то я не помню еще. То люди нехорошие. То люди нехорошие. Так, ребята, ну, основное, смотрите, игра очень важная. Поэтому, Александр, в связи с этим, ты переводишься на одну игру, становишься надежным защитником. Обязательно. Столбом нашей обороны. Понял? Да. Потому что надо, чтобы нас не размусоливать, значит, будешь играть с Юрковым. Первый Кудымов и наш новый Хорвард. Тимофеев. Тимофеев. Справа. Вот. И у нас остается коробков. Трансфер. Посмотрим, насколько на разминке он хорош или не очень хорош. И все будет нормально. Тебя, Казак, говорит, ставишь корпус, работаешь. Понял? Где идешь? Я готовился сегодня. Значит, мужички, ну, соперник сложный такой. Ну, и давайте, как бы, с хорошим настроем, как последнюю игру, очень дружно, очень бьемся. То есть, мы не настолько хорошо играли, что выиграли, но за счет своих эмоциональных, так сказать, настроений, внутри коллектива, мы пришли к победе. Поэтому мужики, дружно, помогаем друг другу, подсказываем, отрабатываем, и все, придет у нас победа, и все у нас будет. Давай, чуть присядем, давай, мужички, пошли. Давай! Говорит, дай мне телефон тренера, я сам позвоню. Раз, я в защите, а он в первом. Ну все, короче, начинаем разминку. Давай, удачи тебе. Спасибо. Сегодня играю в защите, сделаю все возможное, что от меня зависит, чтобы не одна, не одна. Работаем. Самый сильный, стальные крылья. Андрей, тебя ждем, Андрей. Андрей, ты приехал? Ну что, красавицы мои, смотрите, чтобы исключить вообще все возможные риски, мы с ребятами с утра специально съездили, и уже заебет. То есть, блядь, поэтому давайте, ребята, пись, блядь. Давай. Смирались, пьет, ну иди. Команды, стальные крылья. Номер 34, Артюг, Алексей, номер 5, Владимир, Алексей, Малеваник, Андрей. И шайбой в воротах только успел я начать называть составы, и уже шайба ворота была заброшена. Еще, 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 еще. Я готовился сегодня. Дана прыгала, я. Узо, отстанет меня. Все. Дану, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макс, ты очень низко спускаешься, я не знаю, куда мне деваться, когда ты в углу. Квадратом, ребят, стоим, четко квадратом. Ты передо мной, Максим, Максим, ты передо мной. Ты слева, справа, не пойму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тридцать здесь секунды, пойду с Вовы поговорю. Вов, как уровень? Я сказал же уже, что это неплохой, особенно у первого звена соперника. Но мы прям это, не уступаем. Единственное, пока я чувствую, что чуть взаимопонимания не хватает. И мне нужен первый пас от защитников. Не только мне, а Максу в первую очередь. Поэтому к тебе вопросы в том числе. Я ничего никого не обвиняю, я сам, возможно, еще ничего полезного не сделал. Ты уверен, говоришь, пока ни разу не получилось какой-то там замес. Самое главное, что мы выигрываем первый период, потому что он был очень равный. Да. И мы его выиграли. Сейчас у нас перерывчик, пойдем подышим чуть-чуть. Можно, если какие-то поднимания там чуть-чуть по игре, нужен первый пас от защитников. Но в остальном мне очень понравилась команда. И третья звена у нас в порядке, молодцы парни. Для тех, кто думает, что блогеры это очень просто, вот, я думаю, можно еще спросить у Вовы. Нужно играть, голова должна работать в игре, и при этом не забывать снимать контент. О, сложно быть блогером играть одновременно. И невероятно просто. Хотел сказать, вижу грубее, но нельзя ругаться на ютубе. Ты все ушел от наполя? Ну, я как бы, что это, когда как, нет, не ушел, конечно. Не ушел? Да, нахуй, пиздец. Ну, это мой канал. Ну, вот я именно, что говорю. Играть будет очень тяжело. То есть, получается, а так мы своих мало построили, в основном все в обороне. Еще и проигрываем. Именно в обороне. Вот, давай, тут очень жарко, пошли туда повеселее, позднее. О! Защита! Авдиенко! Курять! Я на месте, ёп! Все, 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 ребят, все, все, все. Иди, играй, Ёп! Ширик! Ого! Встречай! Еще, 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 работай! Швисток, швисток, ребят. Да, ребят. Да. Иди садись. Блядь. Это пиздец, вообще, блядь. Давай попиздим себе, мудак! Мудак! Тут нужно объяснить причину такого предложения. Предпосылки были еще задолго до этого сезона и лишь обострились после первой игры наших команд. Там все закончилось дракой. Но понимание со стороны игрока соперника так и не появилось. Конкретно в этом моменте после незначительного тычка в спину, а затем и в грудь, не было ничего особенного, но кредит агрессии к игроку был уже достигнут. Что и спровоцировало такую реакцию. Забегая вперед, весь текущий матч были тычки в спину и подсечки. Как результат, к концу игры негатив накопился у всей команды. Какие будет ли дальше Артикин Алексеев спасает свои ворота, уже клюшку выбрасывает и... Шайбу накрывает, и все-таки драка началась с одного там рака. У них ястребов уронили. Уйоба, давай попиздимся! Че ты слышишь-то, сука? Ебало ты завали свое. Уйобок, блядь. Хлубом, блядь. Сань, Сань, давай, объекта, выходи. Маршалка, блядь. Да, да, блядь, натурик. Осталось только и лизнуть кого-нибудь, блядь. Он, понимаешь, грязный хуй, он может поломать просто. Ты его не ждешь, блядь. Не, а его надо видеть, он сразу не бьет. Заиграй с погоном, а ты потом ебало набьешь. Красава, красава, Лёв, дыши еще нам. Красава. Я готовился сегодня. Сейчас, во-первых, надо быстрее. Мы шайбу не должны сей вести. Раз. Во-вторых, не глядя, не отбрасываемся. Посмотрели зрячи через борт сильно. Играйте активнее. Вот они, шайбы, не надо стоять. Клюшечкой выбиваем. Если здесь есть, надо ложиться. Понятно? Блядь, ты красава. Там в том был момент у тебя заебывают. Бля, красава, что держишь. Да, ну, клюшечка. Блядь. Очень счет плавающий, очень опасный. Какой браслот! И какая шайба забитая! Есть! В обоню! Продолжение следует... Давайте заведемся, пацаны! Диман, 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 что там было, как забили? Отскок, покопал. Хорошо отскочил, прям на клюшечках, на паузе вратарёк. Красава, может каждый раз нам на Red Bull ездить с утра? Возможно, устал, устал. Как дела? Ну хорошая игра сегодня, плотная, у нас очень хорошо работает вратарь, конечно, ничего не скажешь. Ну и игра у тебя была сегодня, дружище, спасибо тебе. Отличная игра, мужики. Спасибо, спасибо, отличная игра. И вабон забил, представляете, приехали и забили, это же вообще дорогого стоит. Какой? Он запасил на Таю. Нет. Она была победой. А, натуре, натуре. Мужики всех с победой! Мы же хоть вабон праздновать, нас молодчики, а то у хромных какие. Я, ребят, если вы сейчас не понимаете хиру пить, вы, я там где-то обидел. Ну, молодчики проявили характер. На характере мы, конечно, выиграли в этом сезоне немало игр. Везде проигрывали вроде как бы по игре, но вот за счет самоотверженности, за счет терпения выигрывали игры. Очень много удалений у нас было. Все еще бы хотелось, чтобы шайба эта не залетала. Да, у нас вратарь сегодня, так сказать, пахал за всех. Кто-то дебютировал, забил. Даже. Даже. Ну, в таком звене грех не забить первым. Смотри, все, все. Артюха выручил. Кудым пас отдал какой. Кудым отдал пас такой, который хочет получать. Прям красавцы. Жму лапу. Побились. Игра, как тебе наша команда? Уровень? Мне, я не хочу про уровень сейчас говорить, потому что я, вот знаешь, эмоций столько отдал тому, чтобы вот, ну, как бы порадоваться за команду. Мне пипец, как понравилось, что мы сегодня победили принципиального соперника, потому что соперник, как я понял, очень принципиальный. Не просто там для команды, но еще и для тренера главного. Вот, мне тут сейчас рассказал Дэн историю о том, что там какая-то есть внутренняя история, короче, да. И это, конечно, очень приятно. Но самое важное, то, что мы сегодня прям были командой. Это прям пипец, мне прям понравилось. Мне прям очень это понравилось. Я обожаю такие моменты, когда именно каждый друг за друга топит. И вот я смотрел по видео, как вы до этого играли, и что не всегда был командный дух. А сегодня, ну, походу, вы с каждой игрой все больше и больше становитесь командой. Это офигенно. Вот это мне очень понравилось. Есть Максим, которому просто не хватило сегодня еще одной игры. Мы решили зайти немножко, отметить это дело. И поэтому Максим, собственно, отказался. Максим, откуда черпаешь сына? Ну, не знаю, Сань, но это на самом деле же не утомительно. То есть это очень простая фигня. Тебе нужно бежать с крюшкой и все. И все, да? И больше нет никаких хитростей и секретов. Я просто бегу. А ты потеешь во время игры? Нет, нет. Я же вырезал себе сальные железы в 92-м году. Я с тех пор не потею. Наш пап, прикольный. Вот, и не устаю. Потому что я прошел психологический тренинг, никогда не уставая он назывался. Огонь. Все хорошо. Поэтому я наслаждаюсь игрой всегда. Так что все, ребят. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, нажмите колокольчик. Все уведомления, иначе вы ни хрена не увидите. Никаких новых видосов. Самое главное, будьте позитивными. Пока. Я... А, попрощаться. Я хотел сказать... Сейчас, подожди. Блин, не то, не буду, ладно. Дамы и господа, всем спасибо за просмотр. Вы лучшие. И не забывайте о том, что Саша делает для вас вот это замечательное. Блядь, как уху у него несу. Я устал, пипец, ребята. Короче, мы вас любим, обнимаем. И до следующих встреч.